Делать вакцины. Ну сколько они держались? Коллеги, давайте. Идет запись. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Здравствуйте, уважаемые зрители нашего мероприятия. Я рада приветствовать вас на очередной встрече региональной экспертной, на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформе kabar.azia. И я хочу сообщить вам, что мы продолжаем серию наших экспертных встреч в этом году. По пятницам два раза в месяц на платформе kabar.azia мы намерены встречаться и обсуждать с вами самые насущные проблемы, волнующие жителей наших стран. В новом сезоне цикл наших встреч будет посвящен вопросам самовыражения и вопросам свободы в нашем регионе. Тема нашей сегодняшней дискуссии называется «Тейки и дезинформация в странах Центральной Азии. Как с этим бороться?» И сегодня с нами, уважаемый эксперт, и мы попытаемся обсудить и как-то дать какие-то свои рекомендации о том, что же делать с фейками и дезинформацией. Стремительное развитие социальных сетей породили явления, с которыми, к сожалению, сталкивается все большее количество пользователей, потребителей информации по всему миру. Фейки, хейтеры, слив дезинформации в социальных сетях. Эти новые термины и другие, относительно недавно вошедшие в нашу жизнь, уже достаточно укрепились в ней и стали влиять на нашу жизнь тем или иным способом. К сожалению, эти термины стали привычны и для граждан Центральной Азии. Сегодня вместе с нашими уважаемыми экспертами мы попытаемся разобраться, что с этим делать, как противостоять, нужно ли бороться с фейками и связанными с ними проявлениями. Сегодня с нами на связи медиаэксперты, люди, которые тем или иным образом отслеживают новые явления и веяния в информационном пространстве четырех стран Центральной Азии и могут дать свою экспертизу в обсуждаемом нами вопросе. Разрешите мне представить вам Гульмиру Биржанову, правозащитницу, эксперта в области национального и международного медиаправа из Казахстана. Она соучредитель общественного фонда правовой медиа-центра. Гульмира также участница коалиции «Новое поколение правозащитников» и члена экспертной группы по цифровым правам. Из Кыргызстана с нами на связи Инга Сикорская. Инга – медиаэксперт с огромным деграундом. Она является основателем и программным директором Школы миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии. Область ее специализации включает вопросы свободы выражения мнений, мирную журналистику. Она исследует фейт-спич, прожигание ненависти, троллинга, дискриминации в следствиях массовой информации, в интернете, в публичном дискурсе, а также предоставляет ответы на эти вопросы. Она часто проводит тренинги по озвученным темам. И Инга является также разработчиком учебных курсов для правозащитников. Из Таджикистана с нами на связи Нуридин Каршибоев. Это также медиаэксперт с огромным опытом работы в области защиты и продвижения свободы слова в Таджикистане. Нуридин является председателем Ассоциации независимых СМИ Таджикистана. Он разработчик и автор законодательных документов в области СМИ и свободы слова в Таджикистане. Имеет большой международный опыт в области средств массовой информации, защиты прав журналистов и профессиональной подготовки журналистов. С нами сегодня также медиаэксперт из Узбекистана, журналист, медиатренер и медиаэксперт Дарья Османова. Дарья имеет 15-летний опыт педагогического стажа в области журналистики и массовых коммуникаций, участник национальных и международных медиапроектов, соучредитель и заместитель директора общественной журналистики Республики Узбекистан. А начали с проекта «Драк». Итак, давайте поговорим о том, что фейки и дезинформация в социальных сетях появившиеся и стремящиеся в нашу жизнь. И мы все вкусили плодов от фейк-ньюса, особенно в период пандемии. Кроме того, сегодня это явление набирает обороты, и мы видим, что этими методами пользуются все больше и больше. И все больше и большее количество людей. Кто или что стоит за фейками? Зачем им это нужно? Давайте узнаем об этом у наших уважаемых экспертов. Гульмира, мой первый вопрос вам. Пожалуйста, расскажите нам о существующих тенденциях и кейсах в вашей стране. Мы очень сильно переживали за казахстанцев во время январских беспорядков. Много ли было фейков? И от кого они исходили? И как они влияли на ситуацию? Пожалуйста, расскажите нам. Добрый день, Лола. Спасибо огромное за приглашение. Я очень рада видеть коллег, друзей. Давно не виделись. Сейчас нет возможности видеться офлайн. И есть возможность только видеться в онлайн. Что про Казахстан? Если говорить про Казахстан, про дезинформацию, то, наверное, тенденции до января месяца этого года у нас, наверное, тенденции практически одинаковые. Это во всех странах все фейки, которые связаны с карантином, с ковидом, с чипированием, с вакцинированием. Что у нас еще там идет? Если на первых этапах это были фейки такие вот безобидные, например, сколько человек там заболело, что в каком-то городе, в таком-то ауле столько человек заболело, то дальше эти фейки, они пошли набирать более-таки серьезные обороты, связанные с тем, что не вакцинируйтесь, что вакцины там вводят чипы и так далее. То есть это такие фейки, которые, я думаю, для всех наших стран, они вот одинаковые тенденции во время ковида. Теперь, если говорить о том, как наше государство боролось во время пандемии с фейками, это, наверное, в первую очередь у нас в Казахстане есть статья Уголовного кодекса распространения заведомо ложной информации. Статья, которая появилась не так давно в Уголовном кодексе Казахстана и предусматривает уголовную ответственность за распространение ложной информации в период ЧП. То есть, когда был карантин, в Казахстане был объявлен ЧП, и, соответственно, люди, которые распространяли подобную информацию, они их привлекали к ответственности. Естественно, в Казахстане изменилась повестка дня, к сожалению, изменилась совсем таки в противоположную сторону, и для нас это очень трагичные и печальные события, связанные с январьскими протестами, когда мы даже сейчас по истечении времени не можем дать оценку, что на самом деле произошло в Казахстане, и это еще больше, поскольку нет какой-то объективной информации, еще больше является предметом и, наверное, поводом для того, чтобы появлялась дезинформация по поводу казахстанских, алматинских событий. Ну, а самые, наверное, такие громкие, почему это вообще, наверное, происходит или произошло, связанное с январьскими событиями? Во-первых, Казахстан погрузился в такой вот тотальную блокировку. В Казахстане у нас не было доступа к интернету, у нас был отключен интернет, у нас оставалась только телефонная связь, Алматы глушили полностью, другие регионы, у нас был интернет, но где-то в течение часа. Все, мы получали информацию только из государственных каналов. То есть Алматы даже этого не могли делать, да. И понятно, что здесь пошли домыслы. То есть это были домыслы, я не знаю, и на страну на нашу напали, да, и что там. Хотя все примерно знают, что началось все с мирных протестов, связанных с газовыми требованиями, и потом все это перешло в беспорядки. Ну, дезинформация, да, наверное, самый такой... ...тысячи террористов напали на Казахстана. В последствии эта информация была удалена. И вот вид он сам впоследствии удалил. Плюс какие еще были такие громкие фейки, связанные с январдским событием, это, наверное, когда по всем каналам нам показали так называемого террориста, да, террориста. Кто-то говорит, появился... Так, айфон 13. Появилась информация о том, что все-таки вот у нас, вот смотрите, мы вам показываем террориста, он у нас из Кыргызстана и так далее. Впоследствии это оказался музыкант, и нам, к сожалению, вот очень стыдно перед нашими друзьями о том, что вот у нас такая произошла ситуация. Как, что делают, да, как Казахстан еще борется, да, с фейками, с дезинформацией. Но я сказала, что это в первую очередь правовые нормы, да, это статья о распространении ложной информации, которую вот постоянно, даже сейчас, тем более сейчас правоохранительные органы постоянно всех запугивают. Если сейчас вы будете распространять информацию, связанную с январдским событием, мы вас всех посадим. Ответственность достаточно серьезная, предусматривает до 7, до 10 лет лишения свободы. Следующий момент, как еще государство борется, это мониторинг соцсетей, да, который она проводит постоянно, на постоянной основе. Министерство проводит мониторинг соцсетей и выявляет подобные факты. И, наверное, еще одна норма, которая появилась в Казахстанском законодательстве, это запрет анонимных комментаторов, да. Если вы хотите оставить комментарий, то вы должны пройти вот такую вот процедуру идентификации, да, вставить там свое имя. Это вот такие меры, которыми борется государство против фейков распространения ложной информации. Если говорить о населении, то больше население, ну, в большей степени, конечно, у нас уровень медиа, у нас эти фейки распространяются с молниеносной скоростью. То есть люди, они не задумываются, да. Ну, и, во-первых, ситуация такая, да, когда происходили амварьские события, если человеку некуда получить информацию, он, естественно, когда ему присылают тот же самый СМС, или как появится интернет, я присылаю какое-то сообщение, он будет делиться, чтобы другие знали, да. Это какой-то, не знаю, психологический, наверное, момент, когда люди начинают делиться, потому что иначе нет другой информации, чтобы как-то в период этого стресса, да, в период вот такой подобной ситуации делиться и помочь другим людям, вот, чтобы они там узнали больше. И здесь, наверное, конечно, нужно что-то вот принимать, какие-то меры, наверное, чтобы государство, люди повышали свой уровень медиаграмм. Ну, и плюс последнее, да, чтобы долго не занимать времени, конечно, это хорошие ресурсы, в первую очередь это фактчек ТИЗ, да, которые проводят достоверную информацию, какие-то чиновники являются, потому что и чиновники в Казахстане могут, как я вам пример, с чего начала, да, и в том числе и президенты, и чиновники, они допускают такие высказывания, которые на самом деле потом оказывается, что они не совсем такие достоверные информации. Вот, и ресурсы есть. Ну, это коротко про Казахстан, если будут вопросы позже, я вам еще дополнение расскажу. Спасибо вам большое, Гульмира. Да, мы видели и наблюдали за ситуацией в Казахстане. И, конечно же, отсутствие достоверной информации порождает множество слухов. И вот это вот самое плохое, что люди начинают верить этому. И когда информация не доходит до основной массы людей, то происходят очень нехорошие события. Мы были свидетелями ситуации с Казахстаном. Следующий я предлагаю выступить Инге Секорской и рассказать о ситуации в Кыргызстане. Как фейки влияют на кыргызстанцы? Каковы тенденции? И со стороны, кого в основном распространяются фейки сейчас, когда, вот, например, вопрос пандемии уже не так остро стоит перед жителями наших стран. Пожалуйста, Инга. Спасибо большое. Здравствуйте. Очень рад вас приветствовать на важной этой дистанции. Немножко вернемся назад. И очень коротко про пандемию все-таки упомянем, поскольку мы сфокусировались на этом также. В 2020 году было много фейков про пандемию, когда еще ситуация была, находилась под чрезвычайным положением. В то время фиксировались фейки, большой поток и мессенджер в социальных сетях. Это касалось, допустим, того, что с вертолетов распыляют какие-то вещества, что может наблюдить людей. Это казалось, какой-то информацией, кто-то, допустим, умер или не умер. Позже появлялась информация, что была гибель человека из-за вакцины, потом она опровергалась. То есть, вокруг пандемии, мне кажется, схожая во многих странах. Но в Кыргызстане тренды сейчас, последние полтора года, наверное, отличаются, немного другие, потому что, начиная с конца 2020 года и по сегодняшний день, мы пережили шесть электоральных процессов. То есть, у нас бесконечные выборы, 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 референдумы. И вся дезинформация, фейки, троллинг, все крутилось вокруг этой тематики в основном. Естественно, острые политические события, они вызывают и поднимают как раз-таки накал страстей, и идет большой взброс дезинформации. Но тренды такие, это, допустим, черный пиар кандидата, против кандидатов. В торговском сегменте интернета используются такие формы дезинформации, как применение, например, логотипа какого-то независимого СМИ, ну, скажем так, с которым борются, да, с которым борются власти, да, и применяете этот логотип на какую-то дезинформацию, да, от имени какого-то фейка или тролля. И распространяете информацию, например, против кандидата, да, что вот такой-то кандидат распродал каркасские земли, да, очень популярный троллик в нашем интернете. И якобы от имени, либо от имени известного какого-нибудь спортсмена, который требует призвать к ответственности вот этого кандидата, чтобы он не стал депутатом. Либо используются какие-то мемы с наложением визуального контента. Ну, чаще всего это бывают представители, визуальные представители ЛГБТ или социально неодобряемых групп, которые накладываются, да, на каких-то политиков, которые этому фейку невыгодно, да, распространяются. Таким образом происходит черный пиар в период политических кампаний. Их было очень много. Мы мониторили почти полтора года язык вражды, и там было большое количество и фейков, и троллинга. И я бы, наверное, знаете, хотела бы сконцентрироваться не больше, скажем так, не на трендах, и вообще не на этом, не на факте дезинформации, а сейчас на том, когда все-таки нам нужно понимать, где фейки, которые действительно несут угрозу, там, обществу, да, аудитории, где фейки, смешанные с троллингом, их нужно разделять, а где фейки уже принимают глобальный характер, потому что мы все сейчас становимся жертвами гибридных войн. Вот гибридные войны, которые происходят в информационном пространстве, например, в Центральной Азии, и идут информационные разбросы, они влияют негативно, да, и на аудиторию, на людей, и на власти. То есть здесь невозможно понять. У каждого своя правда получается. Вот мне кажется, вообще было бы хорошо вот обсудить вот этот вот вопрос, потому что инструменты там регулирования, подавления свободы слова под видом борьбы, сложная информация существует в каждой стране, да, в Кыргызстане тоже там, под видом распространения экстремизма, да, опять же, и там могут быть, там может быть и фейковая информация, и троллинг, вот это все может быть. Но когда мы являемся жертвами информационных войн, да, внешних каких-то, и когда идут какие-то внешние вбросы, и мы становимся обезоружены, вот. Мне кажется, вот эти вот, этот тренд, он очень близок к странам Центральной Азии, и говоря о внутренних каких-то тенденциях, нам нужно вот фокусироваться больше на этом. Внутренние тренды, как бы, конечно, например, в Кыргызстане свои, да, потому что у нас там, у нас выборы, у нас политические какие-то такие события острые, и они все чаще привязаны к этим событиям. Вот наши исследования показывают, завершились выборы, да, все, исчезли фейковые аккаунты, исчезли тьфоли, и тема закрыта. Сейчас, сейчас у нас есть выборы еще там по нескольким округам, например, по двум округам, да, где люди проголосовали против всех. Там немножко начинается какой-то шевеление, потом это опять закрывается. То есть это какие-то такие разовые акции, да, и они больше связаны с троллингом, потому что очень нужно четко различать фейковые информации, троллинга, где это смешано, да, и почему, и как, и кто это, и для чего это делается. То есть там очень много подоблеки, да. И, например, вот есть такая тенденция, которая иногда даже может возмущать исследователей, мониторщиков, тех, кто отслеживает это. Очень много зафиксированной информации из троллинговых аккаунтов, фейковые плюс содержащие ксенофобные тенденции и откровенные призывы, она остается незамеченной, да, ну, как бы, и все знают, от каких аккаунтов это исходит, принадлежащие каким политическим силам, да, она остается незамеченной в то время, когда внимание фокусируется на других, я имею в виду, незамеченной теми органами, которые тоже занимаются мониторингом, да, и должны как-то реагировать на это. Вот это вот такой тренд, но я думаю, он, наверное, не только в Кыргызстане, и в других, может быть, странах, да, существует. И когда в январе 21-го года Facebook удалил большое количество фейковых и троллинговых аккаунтов в кыргызском сегменте интернета, у нас стало намного меньше языка вражды и троллинга. Мы это зафиксировали, и вот этот тренд показал, да, очень хорошую, как бы, хороший опыт, да, когда вот эти технологии начинены, и они все-таки как-то сами борются, да, с этим, то есть они выявляют сами. Нужно уделять большое внимание вот этим инициативам, исходящим от крупных вот этих интернет-игроков, потому что мы пытаемся переложить, да, на свои плечи, да, или на плечи, там, пользователей большую какую-то ответственность, чтобы они саморегулировались. Но все-таки вот когда Facebook удалил большое количество аккаунтов после выборов и референдумов в Кыргызстане, мы с удивлением обнаружили, что за 8 месяцев намного меньше стало. Вот это все-таки, это каким-то образом действует. Это можно, может быть, даже назвать позитивным примером. Хотя, конечно, на какой-то период это привело, да, к тому, что стало меньше там, по ИКП дезинформации. Ну, я думаю, что ситуация все равно, она будет иметь свою динамику, и в определенных острых социально-политических контекстах она будет возникать, то есть фейки будут возникать. Нам нужно сейчас вот четко определиться по направлениям, да, где нужно больше анализировать, где можно противостоять, где могут делать технологические компании, да, где работа с журналистами, журналистикой, да, где больше пользователей. Ну, и, естественно, чтобы мы не затронули, да, свободу выражения, да, та еще, которая вот зиждется. То есть вот этот вот баланс соблюсти. Это реально, это возможно. Вот я, может быть, потом скажу, я перед нашей конференцией готовилась и просмотрела хороший опыт. Вот есть, например, европейский опыт, но это регионально. Вот когда для больших регионов, включающих много стран, да, можно составить свой экшн-план. Вот для этого нам нужна определенная сплоченность и вовлеченность, да. Можно противостоять, я думаю. Ну, на данный момент ситуация такова. Закон о манипулировании информации, да, который в Кыргызстане дискутируется и критикуется, да, дает возможности, да, там, привлекать, да, за... информацию о ложной, да, ответственность за, скажем так, так называемый ложный донос, да, когда не прописаны четкие какие-то механизмы и критерии, да, этого доноса. Это все имеется, и все это ставит большие вопросы, потому что расценивается как давление на свободу выражения. Поэтому смещается фокус истинной борьбы с фейками и дезинформацией. Фокусируясь на вот этих внутренних, каких-то, на внутренней борьбе, да, там, я не знаю, с теми, кто распространяет какую-то информацию, мы пропускаем вот эту гибридную войну и внешние информационные выбросы, которые гораздо хуже влияют, гораздо больше влияют и имеют наихудший эффект на аудиторию, да, и на журналистское сообщество. Естественно, работают там факт-чекеры, да, их деятельность должна поощряться, расширяться, они должны создаваться условия, потому что они помогают обществу смотреть факты и помогают обществу прочитывать эти факты, да, объективно. Ну, естественно, ошибаются иногда какие-то журналисты, да, что-то такое. То есть нам нужно работать на основе существующих механизмов в этих сферах, да, и в то же время концентрироваться на вот этой вот гибридной войне, которая сейчас на глобальном уровне охватила весь мир, потому что мы видим, какие идут информационные выбросы вне, извне и вне наших стран, и они очень сильно влияют. Ну, вот как-то так, примерно. Спасибо большое, Инга. Очень важные вещи, отслучили вы. Это и то, что можно бороться при помощи больших вот этих технологических компаний, социальных сетей. Это и то, что этими методами пользуются сейчас, ну, не только какие-то определенные группы, но и это происходит иногда и на уровне государства. Такие вещи мы тоже наблюдаем, к сожалению. Давайте послушаем сейчас Дарью Османову. А, нет-нет-нет, я прошу прощения, мы будем по алфавиту. Сейчас Таджикистан. Пожалуйста, Нуридзин Каршибоев, вам слово. Расскажите, пожалуйста, нам о ситуации, которая происходит сейчас в Таджикистане. Какова здесь тенденция? Умеют ли наши граждане различать фейки? Как все это происходит? Пожалуйста, вам слово. Нуридзин, пожалуйста, включите свой микрофон. У вас микрофон выключен. Не слышим мы вас. Пожалуйста, включите. Вам нужно микрофон включить. У вас горит камера? Спасибо, Лула. Уважаемые коллеги, я очень рад, я очень рад, мне очень приятно, что вас вижу хотя бы в режиме онлайна, и у нас появилась возможность обсудить очень важные вопросы свободы слова в нашем регионе. К сожалению, неустойчивая связь не позволяет, чтобы я услышал вас полностью, почему-то звук пропадает, и было бы целесообразно производить запись этой встречи, и потом выставить, чтобы и мы, и другие желающие могли ознакомиться с контентом нашей встречи. Эта встреча записывается, я вас могу уверить, что она и записывается, и будет в эфире, и будет на нашем сайте, она также будет повышена вместе с... Отлично. Чтобы наш труд не пропался. Вот, говоря о тенденциях в нынешнем информационном пространстве, необходимо учесть, что эти явления являются естественными и спланированными. Мы живем в таком этапе развития общества и часто говорим о постправде, когда факты уступают место эмоциям. И люди, которые занимаются информационным технологиям, прекрасно понимают, что используя различные методы, можно нагнетать обстановку, можно достичь определенных поставленных целей и так далее. Когда мы говорим о пандемии, очень страшно и нельзя много не знали, что делать, как поступить, позже появилось понятие инфодемия. Это явление подсказывает, что период пандемии планируется огромные потоки информации, дезинформации о коронавирусе с тем, грубо говоря, терроризировать население. если мы говорим о 2020-2021 годах в Таджикистане, в этом периоде только я не слышу. У вас пропадает звук. Еще раз. Точнее, подтвердить случай в Таджикистане. Полка 30 апреля 2020 года накануне въезда делегаций ВОЗ власть из Таджикистана подтвердили, что в Таджикистане на самом деле есть случай заражения коронавирусом. В связи с этим, несмотря на то, что начиная с информации о смерти пароли с этими независимыми журналистами и и так далее. было угрозы. Ничего не слышно, Лола, это у вас, да? Да, Нуридин, у вас очень, очень, может быть, вы выключите видео, и, может быть, у вас тогда звук будет лучше работать, Нуридин, пожалуйста, потому что звук пропадает. Возможно. Да, Да, вот сейчас мы слышим. У вас завесили интернет, и нам очень плохо. Нуридин, совсем попытки и успешно завершили. Нуридин, давайте я предлагаю сейчас мы сейчас мы слово Дарье, она по Узбекистану расскажет нам, вы, пожалуйста, наладьте свой звук, пока займитесь там, почему-то вообще очень-очень задерживается и видео, и звук, мы совершенно ничего не слышим. Вы можете просто как организатор сами отключите ему видео и посмотрите, да, не знаю, как отключить, просто отключить видео и посмотреть от имени организатора. Динора, попробуйте, пожалуйста, отключить, можно ли? Да, Нуридин, вы можете сейчас, ну-ка, скажите нам что-нибудь. Нуридин, пожалуйста, включите камеру и да, и скажите нам что-нибудь, поговорите без камеры, нет, вы выключаете камеру. Теперь я вас не слышу. Не слышите? Лола, я вас не слышу. Нуридин, я сейчас с вами говорю, вы меня слышите? К сожалению, давайте мы сейчас, мы не слышим Нуридина, я надеюсь, что мы сейчас решим эту техническую проблему. Пожалуйста, Дарья, вам слово, расскажите нам, пожалуйста, о том, каковы тенденции, что происходит в этом плане в Узбекистане, много ли фейков, как народ там воспринимает все это. Пожалуйста, Дарья, вам слово. Спасибо, Лола. В Узбекистане мы проводим мониторинг, поэтому тенденции отслеживаются. В рамках проекта Брайка мы проводим мониторинг на предмет языка вражды и фейк-ньюс. Там еще есть пропаганда, но как отдельная категория. Что можно сказать? В принципе, это проект многострановой по Центральной Азии, поэтому некоторые тенденции отслеживаются по всему региону, и мы с коллегами очень плотно общаемся, и можно сказать, что фейки относительно коронавируса, они такие мигрирующие. Они начинаются в Казахстане, потом переходят на Тургызстан, на Узбекистан, на Таджикистан, и в принципе технология, во всяком случае, создания такой информации, она часто схожа. В Узбекистане в 2021 году дезинформация была представлена очень разнообразно. это и антифик в Казахстане использовала и из людей было встретить людей близких, просто выбрасывался в виде комментария какой-нибудь человек, который предлагал большие деньги за участие в операции по их передаче. Мы все знаем, что это расхожий вид мошенничества. Он перекочевал в социальные сети. Встречали случаи кликбейта, теории заговоров. Например, в Ташкенте были какие-то поломки на очистных сооружениях и многие люди ощущали неприятный запах. И это связывали с тем, что нас таким образом заражают коронавирусом, нас всех травят и все такое прочее. Встречались фейки абсолютно чудесно. фейки на фейках, то находили какую-нибудь фейки и все вбрасывается. И, например, что женщине какой-то сделают прививку, и она потеряла дар речи, то есть вот такого характера. Не знаю, не могу сказать, мы не отслеживаем информации. Судя по комментариям, как мы просматриваем, не только мои комментарии к ним, можно сказать, что аудитория недоверчива. Но мы можем сказать об этом только относительно той аудитории, которая сидит в соцсетях. В Афганистане далеко не все население Афганистана, поэтому за все население мы говорить не можем, конечно. Большое количество фейков относится к политической тематике. Например, события в Афганистане, когда группировка «Талибан» пришла к власти. Конечно, это не могло не власть нашу аудиторию, и поэтому появилась Афганистан. Относительно у нас границы, беженцы из Афганистана плынули в Узбекистан, они опасные, их нужно, они все террористы и все такое. Такой информации таких вбросов достаточно много. политическая тематика в этом, ну, также велась о том, что политические лидеры Афганистана находятся на территории. Но эти фейки в основном вернутся официальными, официальными заявлениями. А как ни странно, период выборов президента Узбекистана, это октябрь месяц 2021 года, не вызвал всплеска какой-то фейковой волны. Потому что в этот момент, наверное, усилился контроль над информацией. Поэтому были, конечно, вбросы, были какие-то мошеннические схемы, когда, например, у нас есть кейс, когда... И был всплеск небольшой, когда преждевременно, а значит, что президентские люди, которые придумывают фейки, мы их называем фейкмейкерами между собой, они используют информационные поводы. Например, новость о том, что прошел где-то в какой-то глубинке субботник, организованы представительства, что этот килограмм золота раздали участникам субботника. Но такие фейки обычно вызывают сразу достаточно скептическую реакцию, потому что люди у нас не особо доверчивы в этом плане. Начало года 2021-го, оно ознаменит... Здесь фейки в основном касались личной безопасности, когда начали говорить, не пишите в телеграмм, не комментируйте в соцсетях, все, что вы делаете в сети, будете записываться, ваши телефонные звонки будут записываться, и вас могут привлечь к уголовной ответственности. И еще, наверное, ситуацию, был такой вброс, что в разных областях Узбекистана происходят какие-то митинги или волнения. С Казахстаном у нас была связана такая тематика. Если говорить о блэкауте, который затронул Центральную Азию, тоже в начале года, то там, конечно, было много вбросов по поводу того, что горит теплоэлектростанция ташкентская, о том, что... Сейчас, секунду. О том, что... Ну, например, будут отключаться электросети, будет отключена соновая связь, будет отключаться газ, отопление. Блэкаут длился максимум день-два, но эта информация и эти пугалки, они распространялись гораздо дольше. В принципе, по тенденциям все. В основном, конечно, используются информационные поводы. И нужно сказать, что в отличие от Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, в Узбекистане нет сообщества фактчекеров. У нас есть средства массовой информации, которые начали публиковать какие-то... ну, публики фейков, да, в основном это не потому, что как формат, невыдержанные материалы, они, как правило, содержат в себе опровержение в виде запроса в государственный орган. и никакой проверки, как вот нужно, и по требованию журналистского проводить. Поэтому мы можем сказать, что такого журналистка в Узбекистане, в Узбекистане, пока оно есть, а какие-то отдельные материалы, очень их мало. К сожалению. В Нитон, это очень усложняет жизнь. Мы проверяли. Спасибо вам, Дарья. У нас будет сессия вопросов и ответов, как я вам уже говорила. И вот уже для Даши уже есть вопрос. Так что ждем. К сожалению, Нуридзин не смог подсоединиться. Он говорит, что и WhatsApp у него не работает. Сейчас я ему позвоню. И позвонит. И мне, пожалуйста. Говорите, Нуридзин. Уважаемые коллеги, я через У вас звук вашего уже. Еще расскажите, пожалуйста. У вас там не было. У меня... У меня... У меня... У меня... Слышно. У меня... У меня... У меня... У меня... Да, к сожалению, у нас в Таджикистане вот так вот с интернетом. Это наши технические проблемы, и они очень частые. Пока Нуридзин к нам присоединяется. Я бы хотела, чтобы уважаемые эксперты ответили на такой вопрос. Как вы... Что вы можете сказать о работе правительств в Таджикистане? Ваших стран по борьбе с фейками? Ульмира. Ну, хороший вопрос. Я ответила, что борется. Но, кажется, борется не с тем, как нужно бороться. Инструмент юридический инструментов кодекса, да, у нас только в уголовном кодексе. Я знаю, что в некоторых странах есть административная ответственность за распространение ложной информации. У нас это чисто уголовная статья. И вы знаете, как она борется больше все-таки, если до 2020 года, вот мы проводим мониторинг судебных дел, если возьмем статью разжигания розни социальной, ну и разной розни, то статистика по этой статье достаточно высокая. В Казахстане есть приговоры, обвинительные. То статья 274 распространение ложной информации, она все-таки больше носила такой профилактически запугивающий характер, где каждый, не только чиновник, но и, не знаю, там, какой-нибудь председатель там, КТЭК, что-то еще чего-то, да, совсем не относится к которым государственным органам, они все запугили. Вот, журналисты, вы распространили блогеры, вы распространяете ложную информацию, и мы напишем на вас заявление, чтобы привлечь к ответственности. И факты были такие, то есть факты, связанные с событиями на Украине, да, потом пошли другие события, да, то есть факты, когда писали заявление, возбуждали уголовное дело, они были. Но я не скажу, что по этой статье очень большая статистика, практически, там, не знаю, один-два приговора, да, за все эти годы, и в основном это блогеры. Думаю, что последний год, да, вот ситуация изменится, статистику мы увидим абсолютно другой, потому что, во-первых, ЧП по карантину и ЧП связаны с январским событием, они нам дадут другую картину. И мне очень жаль, что сейчас после январских событий по распространению заведомо ложной информации попадают блогеры, да, блогеры, которые не распространяли какую-то провоцирующую, там, призывающую информацию, а именно не ложную информацию, они освещали события с места там, митингов, да, то есть их теперь хотят, некоторых из них хотят привлечь по этой статье. Да, я говорю, что механизм есть, как бы есть юридический механизм, но используют его государство абсолютно неправильно. только запугивающая, только профилактика и так далее. Но были кейсы, когда, например, вот сейчас Дарья мне напомнила, когда говорила о примерах в Узбекистане, у нас почему-то еще жертвами фейков в Казахстане часто становится, в последнее время очень актуально, становятся финансовые институты. Да, это кредитное бюро национального банка, либо там Каспий банк, один из крупных банков, и достаточный ущерб и урон, конечно, им они наносят подобные фейки, когда в Казахстане появился фейк о том, что в Казахстане кредитное амнистие, и люди все, конечно, побежали к кредитному бюро, поставили палатки, начали требовать, пожалуйста, спешите, вот мы получили такую информацию, спешите нам все, пожалуйста, кредиты. Такое есть, и тут я не знаю, насколько дойдет это до суда, потому что я знаю, что правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел по поводу распространения этой информации. На мой взгляд, мое мнение, есть такие вот безобидные и обидные фейки, да, то есть безобидные, когда появляется информация, ну, там, зараженные, это было в начале, несколько лет назад, в Казахстане, ну, я думаю, в ваших странах тоже, зараженные спидом мандарины, да, то есть не кушайте, не берите и так далее. Ну, что здесь произойдет, максимум там, люди перестанут, ну, хотя тоже перестанут, покупать не очень хорошо, но в любом случае, нормальный человек, разумный, он не будет в это верить. А другая информация, это немножко предыстория, почему у нас появилась эта статья в уголовном кодексе, когда в Казахстане начали отправлять информацию о том, что четыре банка готовятся к банкротству, естественно, что люди сделали, они побежали сразу атаковать эти банки, чтобы снимать свои депозиты, и произошел там целый хаос. Либо в последнее время очень модно становится проводить какие-то розыгрыши с тем, что там какой-нибудь ноутбук, айфон 13 и так далее, и люди собираются в этих местах, да, и здесь могут, конечно, какие-то последствия после этого произойти, да, люди разъяренные, обиженные и так далее. Вот, и обязательно нужно всегда, наверное, смотреть на там безобидные и обидные фейки. Ну, я думаю, что мы еще позже об этом, да, поговорим о том. Да, конечно, спасибо большое, Инга. Я слышала, что вот вас, Жогор Кукиниш, забирался, или, я не знаю, у меня сейчас нет информации, но принять какой-то закон относительно фейков, что-то такое есть? Ну, это речь про закон о манипулировании информации, о защите от недостоверной информации, который был принят, сначала был принят, направлен президенту, потом отклонен от предыдущего президента, потом нынешний президент его подписал, его очень много критикуют, и критиковали, и продолжают критиковать, потому что говорят правозащитники, что он противоречит конституционным нормам. Ну, вообще, как, допустим, как власти борются? У нас, конечно, нет такого большого количества кейсов, как, например, в Казахстане, но в период острых политических кампаний, когда начинается, например, распространение фейков в мессенджерах, государственный комитет национальной безопасности или министерство внутренних дел выступает с воззванием к пользователям прекратить распространять информацию, воздержаться от распространения, иначе вам грозит наказание в соответствии с законом, с текущим законом. Ну, были случаи, когда людей, пользователей задерживали, пользователей из социальных сетей. Это были такие маленькие кейсы на протяжении двух-трех лет. Были кейсы за распространение экстремистских каких-то названий. То же самое, как в Казахстане. В Казахстане 176-я, статья у нас 315-я, связанная с экстремизмом. Но, понимаете, мы все в начале пути. Если, допустим, очень мало кейсов, то это не значит, что этого нет и не будет. Опасность вот такая большая есть, потому что, действительно, большой поток дезинформации идет, и власти тоже вынуждены как-то с этим бороться. Но в Кыргызстане, я знаю, специальные органы, так же, как и в других странах, мониторят. Там есть противозаконный контент, который каким-то образом ограничивается и блокируется об этом, оповещается. Но все-таки вот эти вот опасения больше связаны с тем, что будут, принимаются меры, чрезвычайно ограничивающие свободу. И слишком вот эти вот широкое трактование, когда мы не можем четко и точно определить, действительно, это дезинформация была ли. Нам нужно лучше понять источник этой дезинформации, лучше понять его цели. Потому что вот эти вот примеры, которые у нас были в период политических кампаний, например, когда мы документируем большое количество действительно фейков, дезинформации, призывов, да, но мы не слышим, да, чтобы кто-то был действительно, понес ответственность какую-то, да, естественно, не уголовную ответственность, мы не сторонники этого. Но в любом случае, да, мы этого не слышим. То есть какие-то есть какие-то двойные стандарты, или, может быть, это какие-то механизмы не отработаны. Но в любом случае контроль идет. Вот в некоторых кейсах, когда пользователи социальных сетей мессенджеров распространяли информацию, они вызывались на беседы, да, им какие-то высказываются предупреждения. А если вернуться два года назад, когда был период активной пандемии, были такие случаи, когда их даже призывали, принуждали к раскаиванию на камеру, да, и было очень много кейсов, когда пользователь, сообщивший там что-то, то, что противоречит мнению властей, да, или тех, которые его задержали, какую-то информацию о коронавирусе, раскаивался на камеру и просил прощения у всего народа, да. Вот это тоже был такой инструмент, нехороший инструмент, надо сказать. Его использовали, потом было много критики, и как-то, слава богу, этого нет. Ну, так что, я думаю, борьба наращивается с помощью вот таких жестких методов, но мы должны как можно быстрее искать какие-то альтернативные методы, которые бы не оказывали такого сильного влияния на свободу выражения. Спасибо, Инга. О том, да, ваше предложение по тому, как и что нужно наладить, мы потом с вами еще поговорим. Дарья, расскажите, пожалуйста, как вот у вас есть ли механизмы и как правительство борется с фейками? Пожалуйста, вам слово. Ну, с начала пандемии еще в двадцатом году ужесточилось наказание за дезинформацию. Не могу сказать, какова статистика правоприменения в этой области, но думаю, что она невелика. Вот, просто мы как бы не считаем это, не отслеживаем цифры, но иногда случаются, да, дела, что за фейки бывает наказание. Бывает так, что на почве, например, преждевременно, ну, например, у журналистов была инсайдерская информация, и они опубликовали, другие каналы перепостили, и потом к ним пришли и сказали, это фейк. И мы даже знаем, что были, ну, санкции вызывали там правоохранительные органы, представители этих редакций, и у них были сложности. То есть, да, это, как правило, карательные методы, и нужно искать какие-то механизмы, и вот факт-чекинг, мне кажется, это оптимальный механизм, когда на дезинформацию реагируют информированием, да, и тогда это происходит, ну, естественным путем. С идеей можно бороться только другой идеей, иначе мы рискуем потерять свободу слова. А можно, да, да, со свободой слова. Это немножко, понимаете, это немножко другое. Мы не должны сейчас смешивать, потому что идёт вот эта авторитарная тенденция смешивания вот этого с экстремизмом, сложной информацией, и если мы будем тоже поддаваться этому, конечно, можно привести там кучу всяких примеров. У нас факт-чекину подкинули на котики, да, его обвиняют по статье, ведущего факт-чекину, его обвиняют по статье за, там, захоронение на котиках, да, или, допустим, редакция перепубликовала информацию, да, таджикистанского МИДа, да, и их обвиняют сейчас в пропаганде войны, то есть очень много статей, которые можно подогнать, да, потому что, допустим, одна страна считает, что это недостоверная информация, да, а у каждого своя, правда, другая страна считает, что это так, вот, и тут они не обвиняют в распространении фейков, например, вы знаете, да, про кейс-кактус, я говорю, их обвиняют, например, в пропаганде войны, то есть очень много инструментов давления на свободу, но вот почему я вначале говорила, что нам очень нужно выработать, я имею в виду, когда я говорю про массы, я имею в виду централь-азиарское сообщество, какие-то критерии и индикаторы, когда мы будем понимать, это действительно фейк, да, или это давление на свободу, да, методами, вот такими авторитарными методами, сейчас существуют различные экшн-планы, где смешивается дезинформация, язык вражды к ксенофобии, да, в глобальном плане, когда, например, он имплементирует такой глобальный план, это понятно, хорошо, там у них разделено по пунктам, да, что мы делаем с языком вражды, что мы делаем с фейками, что мы делаем с ксенофобией, да, но когда потребители информации со стороны властей читают этот экшн-план, они могут интерпретировать как бы по-своему, да, и подогнать там экстремистскую статью, любую информацию, обвинив их в экстремизме и фейках, все это смешать в кучу. Я думаю, поэтому вот нужно четко разделять, у нас есть вот именно по такому направлению, да, кейсы, или нет, или это все-таки смешанные кейсы. Когда смешанные кейсы, тогда возникает много вопросов, и вопросы там широкой интерпретации, широкое применение, вообще это фейк, это не фейк, и от кого это исходит фейк, к событиям в Казахстане, когда мы услышали, что 20 тысяч террористов напали на Алмату, да, это исходило от головы государства, это вообще, это фейк, как это расцепить? Вот Гульмира, я хочу спросить, Гульмира, это как фейк? Как в казахстанском сообществе это расценивается? Ну, если брать во внимание то, что президент через некоторое время удалил этот твит, я думаю, это он говорит уже как бы, ответ здесь есть. Нет, а он потом же, до сих пор же продолжается, и в выступлениях, союзниками они говорят, что это были террористы, то есть мы сейчас не знаем. Да, здесь вопрос, наверное, больше связан с тем, что он удалил этот твит какой-то, я так думаю, в его понимании это в количественном выражении, то есть о том, что это были террористы, все-таки эта линия держится в обоих государствах, и он об этом все-таки заявляет, а вот о том, что это было 20 тысяч, это, конечно, этот пост удалили. Тут непонятно, потому что понимание террористов в разных странах тоже разное, если вот сейчас движение «Талибан», например, в России даже не упоминают, что там они, ну, времена не упоминают, что это запрещенное движение, там хорошие, адекватные, они сейчас, они террористы, поэтому мы не знаем сейчас, как мы слышим… Это наша с вами дискуссия… Да, от высоких людей… Да. Лис, понимаешь, пишите. Она говорит о том, что огромный пласт проблем вызывает вот это вот все, и сейчас, когда, вот когда, как ты говоришь, что мы можем пропустить, да, вот этот глобальный… Мы уже пропустили, да. Да, это очень-очень-очень опасно, потому что, действительно, все переходит на… в онлайн, на онлайн-платформу. Борьба за умы, здесь идет и все-все-все-все. И самое… Вот я согласна с Ингой тоже в этом вопросе, что легче всего, легче всего, конечно же, наказать СМИ, если… Да, и известных блогеров, которые идут вразрез с политикой партии, так говорится. И что и происходит. В наших странах, есть законы, которые уже, ну, как бы, подогнаны и под ситуацию со СМИ, и с блогерами, и с интернетом. И вот как-то выборочно все это происходит. Здесь вот тоже мы наблюдаем, что если кого-то легко могут найти и наказать там за то, то, что не соответствует их пониманию, да, то другие, которые тоже нарушают какие-то законы, их не наказывают. То есть выборочно происходит. И все это мы понимаем. Да, и я сейчас хочу сказать, что у Нуридина не получилось подсоединиться, поэтому он сказал, что он приедет к нам в офис. Вот в конце, может быть, если он подъедет, то я предоставлю ему слово. А сейчас давайте мы перейдем ко второй части нашего, нашей экспертной встречи. Что же делать с этими фейками и дезинформацией? Вот правительство наших стран предлагает контролировать социальные сети, чуть ли не регистрировать по паспортам, уже есть такие нередкие призывы наладят механизмы идентификации людей, чьи комментарии или посты вызывают вопросы у госорганов. А с другой стороны есть мнение, что все это нужно оставить на саморегуляцию и работать над повышением общего уровня культуры дискуссии. А как думают наши эксперты, что нужно делать с такими негативными явлениями фейк-аккаунтов? Инга, можно тебя попросить? Давай, я тебя попрошу рассказать, есть ли практики, да, есть ли такие практики успешные, как это все работает на Западе? Пожалуйста. Ну, на Западе, ну, например, давайте, очень часто дискутируется, вот есть европейские практики, практики Евросоюза и закон Германии, да, обычно приводятся к примеру, между прочим, это был не очень хороший закон, был принят в семнадцатом году, закон о Фейсбуке, да, называется, вот, но там практика удаления, блокирования контента, но нужно заметить, что там, кстати, этот закон не распространяется на редакционные материалы, да, он не распространяется, на комментарии он не распространяется, он распространяется только на платформы, на большие, где более двух миллионов пользователей, ну, в связи с этим. и самое главное, что когда уже был разработан европейский план действий по борьбе с дезинформацией, я вот здесь сделала выборку, там было определено десять направлений и еще там куча индикаторов, вот, для того как раз, о чем я говорила, чтобы было общее понимание, да, с чем же нам бороться. Вот, например, есть такой пример из германского тоже базы данных, где была аккумулирована, обсуждали вот эти вот европейские шаги, то, что пожар, там, вещи, да, они подвергаются дискуссиям, да, это дезинформация, или вот эти дискуссии был разработан ЕС, и там есть такие десять шагов, это делается, но уникальность, что это сделано для целого региона, они обренили эти индикаторы, и каждый это же не прописано, это же очень расплывчатые законы, да, вот, как говорят участники, поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что сенофобии, насилие, ненависть языка, сенофобии, насилие, ненависть языка, фейки, на западе, как раз таки, активизируется в период политических кампаний, ну, практически так же, как в Кургызстане, да, у нас политические кампании всегда поднимают большое-большое-большое количество фейков, защита и честность этих выборов, но и этот комплекс включает в себя защиту персональных данных, там уже для того, чтобы обеспечить там прозрачность политической рекламы, ну, речь, конечно, идет о свободных и честных выборах, да, которые практикуются в этих странах. Третьим шагом у них было развенчивание мифов о европейском регионе, о ЕС. В Центральной Азии, например, мы тоже могли бы сделать, почему бы нам не сделать, развенчивание мифов о Центральной Азии, да, и разработать серию специальных кампаний в разных странах, развенчивание этих мифов, и это помогает бороться с дезинформацией. Вот в Европе сделали так, некоторые заявления там интерпретировались не так, речь шла о заявлениях Европейского Союза, и программы вот эти вот кампании по дезинформации, они как раз были нацелены, например, на развенчивание мифов. И это сняло напряжение среди той части пользователей, которые больше полагались на фейковую информацию. Вот, конечно же, они говорили о необходимости объединения стран регионов, в данном случае Европейского региона, и была создана специальная цифровая платформа системы быстрого реагирования, да, Rapid Alert System называется, и на этой платформе можно было установлены механизмы, там можно было проверять любую информацию, то есть для облегчения пользователям и журналистам в том числе, кто хотел бы проверить информацию. Естественно, сотрудничество с онлайн-площадками, с технологическими компаниями, крупными технологическими компаниями, да, о которых мы говорим, Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft, Google, Mozilla, которые берут на себя, и они больше всех должны быть ответственны за контроль этого контента по своим там ключевым каким-то индикаторам, то есть чтобы мы не были вовлечены в этот процесс. В Европе, например, страны Европы, они подписали общий европейский кодекс практики по дезинформации, и он включает как раз в себя обязательства вот этих вот и технологических компаний, и маленьких социальных сетей, и какие-то, какие-то рекомендации по принципам для сообщества, да, чтобы сообщество само, я имею в виду интернет-сообщество, которое публикует информацию, сообщество само могло контролировать и лучше понять источник дезинформации, да, здесь вопрос саморегулирования. Естественно, это повышение медиаграмотности, потому что жертвой может быть и каждый, и говорится о том, что важно было критически относиться, что мы читаем и слышим о том регионе, в данном случае о регионе Евросоюза. В Центральной Азии мы тоже бы могли это сделать, для чего нам нужно, конечно, больше сплоченности, потому что мифов о Центральной Азии в мире тоже много, да, и, возможно, какая-нибудь какая-то гражданская площадка, где бы мы разработали какие-то единые индикаторы для того, чтобы мы их продвинули на наше медиа-сообщество, правозащитное сообщество, чтобы было понятно и можно было бы адвокатировать потом несправедливые какие-то решения, да, мы могли бы сойтись в каком-то едином мнении, что вот эти вот индикаторы мы применяем к фейкам, эти индикаторы мы применяем вот к этому, то есть это было бы большой ощутимой помощью вот на примере Евросоюза. Ну, облегчение работы фактчекеров у них является тоже обязательным пунктом в этом плане действий, потому что объединяются команды из разных европейских стран и делают расследование, да, которое совершенствуется потом, они делятся своим опытом, они помогают людям лучше понять источник дезинформации, понять цели, намерения, да, а также то, как мы уязвимы для этой дезинформации. Это делают такие, ну, можно назвать такие мультикультурные команды, да, то есть из разных стран. Это все в рамках вот этого общего европейского плана. И также они указывают, что очень важно, да, работать над социальной сплоченностью для того, чтобы граждане осознавали положительное явление вот этих вот компаний, то есть по развенчиванию фейков. И они говорят о том, что именно региональная сплоченность, в данном случае европейская, она им помогла, помогает бороться с дезинформацией. Если каждая страна точечно базируясь на своих индивидуальных законах, на своих индикаторах, на своих системах будет бороться, то чем больше они раздроблены, да, тем больше они уязвимы. А в то время, когда мы все становимся заложниками гибридных информационных сбросов, конечно, какие-то общие тренды можно найти, общие точки соприкосновения, вот, например, в Центральной Азии мы можем найти, да, и что-то такое выработать. Ну и поддержка качественной журналистики тоже является очень важным в этом европейском опыте, потому что, вот, например, Дарья говорила, что нету профессиональных фактчекеров, да, это очень плохо в Узбекистане. То есть, если поддерживая качественную журналистику и создавая какие-то общие команды, да, по проверке фактов, когда мы вовлекаем больше профессиональных журналистов, тем мы даем аудитории лучше понять и облегчаем работу, как бы, своим коллегам, поддержка независимых смежурналистов, расследователей. Например, в Польше был внедрен такой волонтерский проект для того, чтобы каждый пользователь мог изменить ситуацию, ответив на дезинформирующие комментарии. Для этого тоже была создавалась одна платформа, волонтерский проект, он называется, я помню, Keyboard. И сидели группы волонтеров, которые искали в соцсетях просто маленькие такие дезинформирующие посты и тут же давали на эти дезинформирующие посты свои ответы. Ну, естественно, это были студенты, это требовалось определенных затрат, но польские коллеги, они говорят, что это был очень хороший проект, который потом просто стихийно имплементируется в это интернет-сообщество, да, и там уже продолжают пользователи, добросовестные пользователи опровергать. Мы же часто тоже встречаем в социальных сетях такие информации, когда кто-то пишет, а следом говорят, слушайте, это же неправда, это вот так, вот так, вот так. И люди могут реагировать. То есть открывать глаза простым пользователям. Эта речь, опять же, идет о каких-то маленьких точечных боссах. Когда мы сталкиваемся с такими, с глобальной дезинформацией, вот эти вот коллективные меры, да, в рамках региона, они очень важны. Возможно, я не знаю, может быть, по дважды найдется такая инициатива, да, чтобы мы смогли разработать какие-то индикаторы. Спасибо большое. Вопрос очень важный, да, и я знаю, что, Инда, у тебя прям вот такой вот комплексный, системный подход к этому. Это очень мне импонирует. Ко мне присоединился, как я вам сказала, что приехал в наш офис Нуриддин Таршибаев. Я сейчас посажу его за свое место, и он расскажет нам коротко в течение пяти минут ситуацию по Таджикистану. Пожалуйста, Нуриддин. Да, сейчас. Уважаемые коллеги, приношу свои извинения из-за технической неполадки. Мы не смогли, я не смог услышать вас всех, но кратко хочу говорить о том, что было в Таджикистане, и, может быть, после ваших вопросов мы допомним. Если что-то повторяется, то извините, я не был в курсе. Говоря о ситуации в Таджикистане, необходимо напомнить, что эти явления, то, что мы сейчас наблюдаем в информационной пространстве Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, являются естественными, спланированными со стороны определенных кругов, которые прекрасно владеют возможностями информационно-коммуникационной технологии. И эти шаги не предпринимаются зря, они предоставляют определенные цели, и они решают определенные задачи. В 2021 году, если мы говорим о пандемии COVID-19, то не только в Таджикистане, но и в других странах мира наблюдалось такое явление, как инфодемия. То есть наблюдался очень большой поток информации о пандемии, и эти информации не всегда были достоверными, там было много фейковых новостей и ложных новостей. Здесь надо определить миссию информации от дезинформации, потому что миссия информация – это то, что является ложью, там нет ни капли правды. А дезинформация для определенных целей, информация путем манипуляции, путем подделки, путем создания дипфейков распространяется этот поток и преследовательство определенной цели. Если мы говорим о коронавирусе, о пандемии в Таджикистане, Таджикистан отличался тем, что скрывали информации о случаях заражения информацией до конца апреля 2020 года. Несмотря на то, что начиная с марта были тревожные информации определенных наших кругов, то есть независимых журналистов, зарубежных СМИ и другие, тем не менее власти, вместо того, чтобы предпринимать какие-то шаги по распространению достоверной информации, они стали преследовать журналистов в связи с массовой информацией. Даже был случай угрозы со стороны сотрудника пресс-службы, руководителя пресс-службы Минздрава с обращением к правоохранительным органам, что необходимо найти управу на эти журналисты. Тем не менее информация уже 30 апреля была распространена, что в Таджикистане наблюдали случаи заражения коронавирусом, но власти не отстали от идеи ограничения прав журналистов и населения к достоверному информации. Они попытались, и эти попытки увенчались с успехом, были внесены изменения дополнения в уголовный кодекс, а также в кодекс об административных правонарушениях. Туда ввели запретительные меры относительно масочного режима, а также относительно распространения недостоверной информации о инфекционных заболеваниях. Несмотря на то, что законодательство Таджикистана определяет информацию, касающуюся здорового населения, к категории открытой информации. Но, тем не менее, были внесены эти нормы. Примечательно, что за два года, за полторы года существовала эта норма. Ни одного журналиста не смогли привлечь к ответственности по этим статям. Но, тем не менее, результат ясен повесила самосендура среди журналистов относительно освещения вопросов. Мы недавно провели анализ материалов. Материалы в основном являются информационными и не касаются сущности профилактики борьбы с коронавирусом. Они вносят только информационный характер. Кроме того, в период 2021 года в информационном пространстве Таджикистана было очень много фейковых новостей. И они касались событий на Таджико-Киргической границе и ситуации в Горно-Вадахстанской автономной области. Да. И эти фейки в основном занимались разжиганием национальной и местнической розы. Они способствовали обострению обстановки и на границе, и в городе Хароке. Конечно, я подозреваю, что среди этих фейковых новостей было очень много результатов деятельности троллей, которые организовывались со стороны некоторых заинтересованных спецслужб. Тем не менее, этот случай очень нас беспокоит, потому что, с другой стороны, к сожалению, ограничение доступа к информации именно относительно событий на границе в Горном Батахшане послужит усилению влияния фейковых и ложных новостей на население. Что еще хотел бы сказать? Да. Хотел бы сказать, что, к сожалению, несмотря на то, что есть у нас ресурс «Фактик Ти-Джи», который, на мой взгляд, выполняет очень хорошую работу, особенно когда в прошлом году в конце апреля были события на Кыргызской границе. Они раскрыли очень много ложных новостей, которые были распространены со стороны Кыргызстана, и кыргызские коллеги присоединились, и потом это стало нормой, чтобы люди немножко критически относились к тому, что преподнесли эти люди. К сожалению, даже те люди, которые очень хорошо владеют инструментами фактчекинга, допустили явные недостатки и распространяли информацию, которая не соответствовала действительности. Кроме того, я думаю, что проблема заключается не только в фейковых аккаунтах, но и людей, которые являются пользователями социальной сети, пользователями информации. Я понимаю, что есть инициативы по расширению деятельности, по фактчекингу, много проектов в сфере медиаграмотности, но, к сожалению, люди очень непрежно относятся к тому, что предлагают, скажем, эксперты в этой сфере. Я сам после разговора с Лолой… Дри минуты. Что делать? Да. После разговора с Лолой я провел такой маленький эксперимент. Отправил фейк десяти адресатам, которые прекрасно понимают сущность фейковых новостей. Они очень опытные журналисты, другие молодые, толковые. Из десяти адресатов только один мне ответил, что это фейк и отправил мне ссылку на материал фактчекинга. Девять человек приняли эту информацию и стали проверять. Это относительно конкурса, который проводил Хабиб Нурмагомедов, якобы разыгрывал около ста автомашин Тойоты, и там он выступает, его голос. Только один мне отправил ссылку, что это фейк. Я скажу еще больше, это дипфейк, который был специально подготовлен со стороны людей, которые занимаются фишингом. То есть они… Необходимо делать дальше. Я думаю, что, во-первых, расширить возможности ресурсов, которые занимаются фактчекингом. Во-вторых, в средствах массовой информации необходимо работать также с людьми, которые производят контент для социальных сетей. Надо работать таким образом, чтобы они имели, если в редакциях имели фактчекера до публикации, чтобы они проверяли опубликуемых материалов. А если индивидуальные независимые журналисты, тоже должны обратить внимание на то, что публикуют до публикации. Третий момент – вопрос медиаграмотности. Надо, опять же, поддержать тех ресурсов, которые работают в этой сфере, а также подготовить и других экспертов, чтобы они могли преподнести на доступном языке на понятном материале относительно медиаграмотности с тем, чтобы у населения, у наших коллег развивалось коллективское мышление. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, Регина. У нас будет еще возможность также провести… Так, благодарю вас за то, что вы даете такие свои четкие рекомендации нам. Пожалуйста, Гульмира, что делать с вашей стороны? Практически после Инги Регина уже, честно говоря, добавить нечего. Но я бы, наверное, здесь еще хотела сказать о таком моменте, как фейк, он не был бы жизнеспособен, если бы им не делились, если бы его не подпитывали, если бы он не получал пищу. Наверное, это, по крайней мере, в нашей стране, я думаю, что в ваших странах это часто происходит из-за недоверия к СМИ. Потому что, как я говорила на примере январских событий, когда мы получали только однобокую информацию с государственного телеканала. Все, другой информации у нас не было. Здесь надо повышать еще, не знаю. Ну, это вопрос опять совсем другой темы. Наверное, в Казахстане это госинформзаказ, когда 99% СМИ являются получателями госзаказа и де-факто являются государственными, поэтому люди им не верят. Ну, это, наверное, другая тема. Соглашусь, что нужно все-таки в наших странах заниматься вопросами, уделять внимание медиаграмотности, повышать, не знаю, может, в каких-то образовательных учреждениях. Пусть государство этим, в конце концов, займется, потому что это очень важно и для государства тоже. И момент, наверное, вы сейчас можете закидать меня, наверное, в какой-то степени правозащитник чуть-чуть отошел. У меня еще такое иное мнение, больше, наверное, такого юриста. Я говорила о том, что фейки бывают обидные и безобидные, злые и так далее. То есть когда это безобидный фейк, там, ну, мандарины зараженные спидом, ну, дом рухнул, ну, ладно, рухнул и проверили, что он на самом деле не рухнул. Но когда это касается детей, да, к примеру, когда это касается, когда идет ущерб, когда есть какие-то последствия, которых можно оценить в материальном, мне кажется, что ответственность все-таки должна быть. Но ответственность должна быть, конечно, соразмерная и пропорциональная, чего у нас в наших государствах, к сожалению, нет. Это не должна быть уголовная ответственность. В Казахстане, к сожалению, когда по этой статье привлекает, не обязательно, чтобы это был вообще автор фейка. То есть достаточно, что он просто распространил информацию. Пусть он будет 10-12 последним, кто это поделился. И этого будет достаточно для того, чтобы по этой статье его начали дергать. И здесь, может быть, подумать об все-таки юридических механизмах, но с такой вот абсолютной опаской, потому что, говорю, что все-таки это тоже опасно в наших странах. Они могут интерпретировать по-своему. И большое внимание все-таки, я соглашусь с Ингой, и это международный опыт, нужно обращать внимание, наверное, на соцсети, на распространители контента, которые его распространяют. Механизмы саморегулирования, механизмы жалоб, может быть, когда функции, что если человек видит дезинформацию, фейк, он может быстренько пожаловаться и так далее. Очень быстрый механизм, не так, как у нас, а напишешь и очень долго будешь ждать. Может быть, чтобы этот механизм намного, чтобы не было последствий, меньше людей пострадали. Вот, ну, вот такое вот у меня мнение. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Гульмира. Дарья, есть у вас что добавить? Да, я вижу... Вы должны дать время на вопросы. Ну, я быстренько. Я хотела бы отметить, что это должно быть, во-первых, системно. Да, то есть это не должны быть какие-то там отдельные... То есть это должно быть системно и на разных уровнях. И на уровне, скажем, регулирования самих платформ технологических, да, то есть там уже выработаны какие-то механизмы, есть какие-то индикаторы, но они, я думаю, будут со временем совершенствоваться, это дело времени. И на уровне пользователей нужно учить их медиаграммотности, что мы и делаем, вот, начиная с аудитории 12+. У нас есть игры, которые мы разрабатываем специально для детей, как распознать фейк, да, ну, это на начальных стадиях. Ну, Редин говорил о том, что даже профессионалы не всегда могут распознать, что такое дезинформация, что такое фейк, особенно если это какой-то вопрос тонкой пропаганды. Я думаю, что там не будет каких-то очевидных маркеров. Как правило, это вбросы очень завуалированные, и там нужно обладать большими знаниями. Я думаю, что это должно делать и экспертное сообщество, которое должно объяснять, то есть на уровне хорошей аналитики, почему это дезинформация, почему это инструмент информационной войны, да, то есть для широкой аудитории. То есть это должно быть системно на разных уровнях, и каждый уровень должен вырабатывать собственные инструменты противодействия вот этому вот явлению. Это же не новое, и, в принципе, мы просто наращиваем наш потенциал. Да, совершенно с вами согласна. Новое технологическое основное. Я недавно вот думала и увидела один комментарий под... Ну, не так недавно, где-то это было в прошлом году, в 21-м. Я увидела, читала обсуждение под постом настоящего времени, где показывали о том, как были избиты два журналиста в Афганистане. Ну, вот, знаете, я там очень много видела комментариев, когда кто-то из пользователей там говорил, что это фейки, это неправда. Это фейки, это неправда. То есть, вы знаете, население уже как-то, может быть, и понимает, подозревает, да, подозревает, но, тем не менее, вот научить правильно различать, и Инга говорила о том, что необходимо, и все вы говорили, и Дарья сказала о том, что делать это нужно системно, и проводить исследования, и сказать, вот как вы говорили, Дарья, все говорили о том, что эксперты должны разъяснять грани между тем, как все это определять. И мы переходим к вопросам, мы уже наше время забрали, пожалуйста, у аудитории есть еще 2-3 минуты для того, чтобы задать свой вопрос в чат. У меня вопрос для Дарьи, этот вопрос задал мой коллега Сергей, он спрашивает о том, можно ли где-нибудь посмотреть результаты мониторинга фейков в Узбекистане? Дарья, к вам вопрос, и он сразу вам адресует, что мешает создать полноценный ресурс по факт-чекингу в Узбекистане? Пожалуйста, Дарья. Ну, результаты мониторинга, например, мы сейчас подготовили итоговый отчет по 2021 году, это по 4 странам Центральной Азии, это Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Он будет выложен, наверное, скорее всего, на платформе Медиасобак, и будет обязательно информация и ссылка на этот отчет на странице Брайка в Фейсбуке. Вот, я думаю, как только он будет готов, мы его уже собрали, но осталась только доработка такая, дизайнеры и все такое. Этот материал весь в открытом, в свободном доступе будет выложен. Что касается, почему нет факт-чекеров в Узбекистане, сам формат почему-то не прижился. Мы не можем понять, почему, потому что мы везде его пропагандируем в рамках всех наших активностей Центра развития современной журналистики. Мы говорим про факт-чекинг, про инструменты факт-чекинга, мы обучаем. Но это же достаточно сложный, технологически сложный формат. Видимо, еще нужно время для того, чтобы наши журналисты поняли, насколько этот формат хорошо заходит в аудиторию. Пока, может быть, нет такого широкого спроса со стороны аудитории. Пока у нас развенчанием фейков занимаются пресс-службы госорганов, занимаются пиар-службы коммерческих структур. Такие вот вбросы типа чудесных каких-то явлений развенчивают сами пользователи, находя в сети этого всего. Но вот какого-то такого сообщества нет. Конечно, есть отдельные журналисты, которые занимаются, там пишут отдельные материалы, развенчивают фейки, но это вот как такой мелкий дождик в океане. Пока нельзя сказать, что это вот прям сообщество, которое работает эффективно. Ну, надеемся, что в ближайшем будущем такое сообщество в Узбекистане появится, потому что спрос есть. Мы работаем над этим. Спасибо. Еще один вопрос от моего уже коллеги Тимура Таханалеева, который спрашивает, должны ли редакции и администрации пабликов следить за распространением фейковых новостей, сообщений в социальных сетях и комментариев, наверное, под публикациями на страницах этих СМИ, популярных групп и пабликов. Пожалуйста. Ну, и Динд, вы ответите? Давайте. Давайте я вот как-то вот так вот. Дело в том, что если СМИ и платформы, которые размещают информацию, то есть информационные ресурсы, заинтересованы в том, чтобы завоевать аудитории своих, то они должны отслеживать материалы, которые публикуются на их СМИ. И, как я уже сказал, во-первых, необходимо прилегать усилия, иметь факт-чекеры, чтобы не допустить своих материалов, недостатков, чтобы не рассеивались они как ложные или фейки. А в комментариях? В комментариях комментариях. Дело в том, что есть сейчас возможность модерировать своих страниц, и желательно надо иметь человека, я не имею в виду цензора, а человека-профессионала, который при сомнении достоверности той или иной комментариев, они должны удалить, то есть модерировать своих страниц. Я так считаю, что для того, чтобы, как здесь Гульмира сказала, не надо размножать фейковые новости. И эти комментарии, которые иногда появляются на страницах информационных ресурсов, послужит, то есть оказывает медвежью услугу для информационного ресурса. Потому что здесь я хочу еще один момент отметить, что на данный момент очень пристанно отслеживается вопрос борьбы с преступлениями, которые совершаются с использованием интернета, социальных сетей, мессендерей и других площадок. Поэтому я думаю, что, как здесь сказали, есть такие безобидные фейки, есть фейки, которые имеют черепатые последствия. Вот именно для того, чтобы бороться с фейками, которые опасны для общества, необходимо нам, экспертам, нам, журналистам, прилегать усилия, чтобы четко определились ответственности, за ложные или фейковые новости, которые чреваты последствиями. Мы недавно занимались этим вопросом. На самом деле, в Таджикистане большинство людей осуждается с соответствующими нормами Уголовного кодекса в борьбе против экстремизма и терроризма. Терроризма мало, но даже лайки, и даже какие-то перепосты послужили тому, что человек и судили. То есть мы должны быть начеку, что любая комментария под нашим материалом может вызвать интерес со своим правоохранителем органов. Спасибо большое, Нуридзин. Есть еще кто хочет ответить на этот вопрос? Можно дополнение? Вы знаете, в современных трендах миротворческой журналистики есть такая опция сейчас, работа с ненавистическими комментариями, как раз-таки в пабликах СМИ. И три тренинга уже мы проводили в прошлом году по результатам наших исследований, как работать с комментариями. Ненавистический контент, включая фейковый контент, ну это обязательно. То есть контроль за комментариями, которые публикуют СМИ в соцсетях, на своей платформе он обязателен. Там не обязательно удаление. При модерации, постмодерации, там есть разные опции. Именно есть инструмент, называется менеджмент этих комментариев. Я больше говорю сейчас о ненавистических комментариях, но это очень хорошо можно применять и по борьбе с фейками. Правильно совершенно говорил Нуридин, что это требует отдельных ресурсов, но это оправдано, потому что я не помню, какой СМИ, я последний раз на тренинге, например, приводила, но это крупные СМИ американские. 17 человек сидит на менеджменте этими комментариями. Это вовлечение, в том числе вовлечение в дискуссии и попытка привлечь этого хейтера или фейкера, в том числе и на свою сторону, и тролля. Это относится к троллинговым комментариям. То есть это очень большая работа, которая позволяет редакции, в том числе и поддерживать обратную связь с аудиторией, потому что под фейками, и под троллями, и под хейтерами скрываются потенциальные слушатели, читатели, зрители. То есть есть отдельные инструменты, специальные практики, как это делать. Я думаю, что это актуально, если это сейчас нужно брать вот этот опыт и каким-то образом распространять и внедрять в редакциях. То, что это должно каким-то образом управляться, это однозначно. Без этого сейчас нельзя. Спасибо огромное. Я вижу, что вопросов у нас нет. Да и время у нас вышло. Я благодарю наших уважаемых экспертов, которые рассказали нам о ситуации в своих странах, которые поделились своими экспертизами, рекомендацией. Напоминаю, что сегодня с нами были на связи из Казахстана Гульмира Бержанова, Инга Сипкорская из Бишкека, Дарья Османова из Узбекистана и Нуридзин Кашибаев из Шамбе. Я модерировала встречу Лола Алимова. А больше аналитических материалов по этой и другим темам, волнующих жителей Центральной Азии, вы можете найти на нашем аналитическом портале по адресу в стройное w.kabar.azia. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо всем. И я надеюсь, что это не последний раз мы собираемся с моими уважаемыми, любимыми коллегами. До свидания, до новых встреч. Спасибо большое, Нуридзин. Спасибо, Лола, спасибо всем. Всем пока. До свидания. Спасибо, коллеги, до свидания. Спасибо.